Тем временем продолжается и чистка в российской армии, в информационных пабликах появились сообщения о том, что арестован генерал Попов, который был командующим 58-й армией России, эта армия на Запорожском направлении в прошлом году была. Значит, вменяют Попову коррупцию, обвиняют его в продаже металлоконструкций, которые должны были пойти на строительство линий обороны. А по вашему мнению, Игорь Александрович, чистят коррупционеров или все-таки неугодных генералов? Потому что Попов, мы помним, в прошлом году ушел в отставку, был отстранен от командования, а этому предшествовало то, что он критиковал решение высшего военно-политического руководства российской армии. Вы знаете, это очень интересное явление. Дело в том, что действительно назначение Белоусова вместо Шойгу, это была очевидная попытка создать такой аудит в Министерстве обороны, почистить армию от коррупции. И, в общем, для этого, это была основная явно функция Белоусова, ну или одна из двух основных. Но вот сейчас действительно, ну вот, а почему бы заодно и не почистить армию от неугодных? Потому что коррупция тотальна, а какая-то внутренняя, внутриармейская оппозиция локальна. И поэтому концентрация именно на тех, кто, так сказать, голос свой поднимал против власти, как раз, в общем, выглядит очень удобным, удобно прикрыться борьбой с коррупцией. Я бы сказал так, вот примерно такая же история происходит с национализацией. То есть, объявлена некоторая национализация в России, но вот первым под эту национализацию попал Рольф. Это крупнейший в России автодилер, владельцем которого является, значит, очень известный предприниматель Петров, который тоже, ну, Петров просто-напросто. Явный человек, который не поддерживал все основные преступления путинского режима, вынужден был эмигрировать, потому что, в общем, в России явно он должен был бы сесть в тюрьму. Так вот, с него начали национализацию, то есть, поэтому с его, так сказать, предприятия, с его компанией. Поэтому, вот, значит, проводится какая-то большая кампания, но в первую очередь под эту кампанию подпадают недовольные, подпадают такие вот либо оппозиционеры, либо, как в случае с Поповым, люди, которые критиковали власть. Так что здесь, что называется, очень удобно, два в одном, все, 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 как обычно. Тут интересно, что Попов в прошлом году, он ведь фактически обвинял в коррупции высшее военно-политическое руководство России, так как критиковал именно в части снабжения. А в части снабжения это все, ну, мы понимаем, что коррупционная составляющая, и вот, собственно говоря, как сейчас эта история повернулась. Вы о национализации вспомнили, да, ведь мы понимаем, что этот процесс запущен, и он будет набирать и набирать оборотов. А как можно объяснить, вот, недавно в Блумберге была публикация о том, что те богатые россияне, которые имеют бизнес и активы в странах ЕС, они начинают возвращать свое состояние в Россию. Ну, дело в том, что на самом деле, так сказать, для, ну, тут много разных причин. Во-первых, одно дело вести бизнес в России, для этого нужны одни из качества, другое дело вести бизнес в Европе, в Соединенных Штатах Америки, для этого нужны совершенно другие качества. То есть, если ведение бизнеса в России в значительной степени предполагает какую-то близость к власти, только благодаря каким-то личным контактам, то есть, условно говоря, толщина записной книжки в значительной степени определяет предпринимательский потенциал человека, который ведет бизнес в России. Он должен уметь хорошо контактировать с представителями власти. И именно это предопределяет успех. В первую очередь, подобного рода навыки оказываются бесполезными, значит, в Европе, в Соединенных Штатах Америки. И поэтому, ну, в общем-то, можно сказать, что мы не очень знаем успешные примеры, когда российские миллионеры, миллиардеры, переезжая в Европу, продолжают свой успешный бизнес именно в западном мире. Потому что то, что позволяло добиться успеха в России, не работает на Западе. И в значительной степени именно поэтому это одна причина. А вторая причина – это то, что многим начинают угрожать санкции. И вообще, в принципе, отношение к российским людям, к россиянам и особенно к богатым россиянам, в общем, на Западе довольно сдержанное, мягко говоря. Вполне обоснованно. Поэтому, вот, собственно говоря, и, значит, возвращаются назад. Тем более, что в некоторых случаях бизнес не удается, то есть есть такие виды бизнеса, которые не удается перевести из России на Запад. Капитала трудно вывести. И поэтому, в общем, пытаются договориться, пытаются вернуться назад. Ну, вот яркий пример – это тот же самый Фридман, который, так сказать, уехал, значит, здесь на Западе подвергся определенным санкциям, вернулся назад. Ну, что называется, было вот это вот знаменитое возвращение блудного Фридмана в Россию. Так что, в общем, здесь много факторов сходятся воедино. На минувшей неделе Путин посещал Китай вместе с правительственной делегацией, в которую вошли как бывшие, так и нынешние министры обороны. Насколько сейчас Россия зависима от Пекина? И может ли во возримом будущем Москва остаться без поддержки Пекина? На второй вопрос, я думаю, что можно уверенно ответить «нет». Это стратегическое партнерство. Пекин заинтересован в контактах с Россией. Пекин будет поддерживать Россию. Его все устраивает. Ну, скажем так, некоторые корректировки Си Цзиньпин хотел бы сделать в деятельности Путина. Ну, скажем так, чтобы Путин так активно не тряс ядерной бомбой, прежде всего. Ну, а все остальное Пекин устраивает. Пекин в целом удовлетворен тем, что Россия держит некоторое напряжение Запад, ослабляет тем самым Запад. Россия сама ослабляется, тем самым оказывается во все большей зависимости от Китая. Здесь все для Пекина складывается успешно. Ну, а что касается целей и вот этой зависимости, да, она возрастает, безусловно. Но я бы сказал, что эта зависимость, она становится все более и более тотальной. Но Россия от Китая. Но, тем не менее, Россия все больше превращается в все более младшего партнера Китая. Но здесь не происходит переход на положение полного вассала, на положение полной зависимости. В том смысле, что Китай, безусловно, сейчас доминирует как экономический партнер России, как политический партнер. Но, безусловно, Путин сохраняет политическую субъектность. То есть сказать, что Китай сейчас может что-то приказать и Путин тут же будет делать, нет. Такого нет. Это, кстати говоря, большая ошибка, в том числе и европейских и американских политиков, которые считают, что через Си Цзиньпина можно надавить на Путина. И это не... Мало того, что трудно надавить на самого Си Цзиньпина, он вряд ли подвержен такому давлению. Но, кроме того, и расчет на то, что с помощью Си Цзиньпина можно там что-то заставить сделать Путина, это тоже ошибка. Не получится. Руль какой? Китайский, а надо, чтобы российский. Это дословная цитата российского премьера Мишустина, который посетил в рамках выставки «Цифровая индустрия промышленной России» стенд «Волга». Ну и обнаружил, что много китайских элементов в этом автомобиле. Уже сколько? Два года в России активно говорят об импортозамещении. А в принципе в России что-то могут производить без китайских элементов или каких-то других? Ну то, что, так сказать, одна из политических, военно-политических составляющих российско-китайской дружбы, в кавычках, это то, что Пекин обеспечивает окно, что называется, в мир технологий для России, то, что обеспечивается и товары двойного назначения. И, ну, условно говоря, если упрощенно, то это те самые чипы, благодаря которым летают ракеты. Именно их поставляет Китай. Поэтому, безусловно, здесь очень многое заимствовано. Ну, вообще, в целом, вот эта вот политика, которую Путин назвал в свое время политикой ЦАП-ЦАРАП, когда, значит, откликаясь на вопрос одного из своих собеседников, ну, во время еще, еще когда Путин общался с населением, его спросили, ну, как же так, вот Соединенные Штаты Америки являются лидером по технологиям, мировым лидером по производству технологий, Путин очень откровенно сказал, что, ну, пусть они там производят, а мы ЦАП-ЦАРАП. То есть, мы просто украдем. Поэтому, действительно, многое крадется. Что касается собственного производства, ну, слушайте, вот поездка в Китай как раз и выглядит вот такой очень, такой иллюстрацией к тому, что, значит, к тому ответу на ваш вопрос. То есть, что на самом деле Россия может предложить Китаю? Ну, ГАЗ предлагали, но тут даже Миллера не позвали на эту встречу с китайским руководством. Эпинамбур предложили? Эпинамбур нет, ну, тут более серьезная вещь. Это эпинамбур и говяжий хрящик. Вот основные, так сказать, товары, экспортные товары, которые теперь Россия может предложить. То есть, если раньше это было, ну, во времена ОНО, это была пушнина, пенька, лен, то сейчас это вот говяжий хрящик и эпинамбур. То есть, ну, прогресс, что можно сказать, не чужд прогресс России. Так что вот основные экспортные товары. Ну, это же не только шутка, это же реальность. То есть, вот уровень технологического прогресса, который достигла Россия при Путине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин